ТАТАРСТАН Почему при задержании лихача не стреляли, узнал Радик Фархулин. В бумаге и пластику добавятся новые фракции. Ведем обязательно на сортировку матрасов. Когда на мусоросортировочной станции ждать перемен. Что увидели активисты. С ними вместе прошлась Альбина Минебаева. Пожар в Нурладском районе. Как прошли учения перед введением особого противопожарного режима, увидел Слават Махмадуриан. Парад памяти. Если в прошлом году такого варианта не было, то в этом году Ленинская дамба будет предусмотрена для движения автобусов. Как в этом году в Татарстане пройдет акция «Бессмертный полк» Лина Зинатулина. Погибшего при задержании ночного лихача автоинспектора Юрия Матрёнина похоронили сегодня на кладбище в Каюках. Его и напарника представят в государственной награде. Руководитель Татарстанского ГИБДД сегодня озвучил подробности резонансного ДТП. Почему при задержании не использовали оружие и дорогу блокировала полицейская Приора, а не иномарка? Узнаем из репортажа. Сегодняшняя встреча с журналистами началась с минуты молчания. Как рассказал Ленар Габдурахманов, автоинспекторы осознанно пошли на блокировку улицы своей машины. Только не успели из нее выйти. Иначе нарушителя, за которым до этого по городу гонялись 14 минут, было не остановить. Скорость нашего патрульного автомобиля 160-170. Соответственно, скорость автомобиля, который они преследовали, еще выше. Автомобиль двигался в сторону центра. Пешеходы на улице наблюдались. Поэтому любое промедление в данной ситуации могло привести к огромным негативным последствиям. Журналисты спрашивали, почему для блокировки дороги использовали именно этот, а не более надежный автомобиль. Просто ближайший экипаж, который смог что-то сделать, был именно на приоре. То есть каждого посадить в БМВ мы не можем. Не могли при задержании полицейские применить и оружие. Применение огнестрельного оружия было исключено согласно пункту 6 статьи 23 закона о полиции, который запрещает применение оружия, если в результате могут пострадать случайные лица. А при стрельбе именно в городе этого исключить никак нельзя. Начиным гонщиком оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за приобретение наркотиков и в 2015 году лишенный водительских прав. Машина принадлежит его матери. Теперь вопросы возникли. По ДТП на водителя уже завели уголовное дело. Прокуратура требует добавить и другую статью. Это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По ней грозит до 15 лет лишения свободы. Добавим, что при этой аварии мужчина отказался от медосвидетельствования, но в каком он был состоянии, все же узнают. Пока еще нет, но я хочу сказать, что результат ХТИ у нас готовится как минимум неделю. Второй автоинспектор, блокировавший дорогу Вячеслав Морозов, сейчас находится в больнице. Состояние удовлетворительное. Его и погибшего Юрия Матрёнина представят в награде. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Сегодня Советский районный суд Казани заключил под стражу Артура Сотрудинова. Это он был за рулем БМВ, который протаранил автомобиль инспекторов. Водитель обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сегодня он сказал, что хотел уйти от преследования и не предполагал, что так трагично завершится его лихачество. Два месяца Артур Ситродин продоведет в следственном изоляторе. Я знал, что такие мать, они все. Жизнь не хотела. Сейчас остановился. Может быть, хотите сказать что-то семье погибшего сотрудника? Я не хочу вообще. В Нурладском районе бушует лесной пожар. В селе Чулпановское уже сгорели несколько домов. Это легенда совместных межрегиональных учений Министерства лесного хозяйства и МЧС в преддверии жарких месяцев. Сообщат Атарстан, Самара и Ульяновск отрабатывают навыки в чрезвычайных ситуациях. Чем обусловлено это сотрудничество, расскажет Салават Мухаммадуллин. Словно по спичке, из камышей огонь расходится на целый гектар леса. По двой сирен в бой идет тяжелая техника, тракторы и пожарные. Среди лесников не обошлось без пострадавших. Но стараний хранителей леса и пожарных недостаточно. По легенде огонь дошел до детского лагеря «Заречный» и села Чулпановское. На место очага выехали спасатели соседних Самарской и Ульяновской областей. Дополнительно в тушении участвуют и беспилотники. По оценкам уже гидроминцентра, в середине мая мы видим, что активная фаза такая наступает, засушливая. И нам максимально нужно будет также удержать наши позиции. А потому учения максимально приближены к реальным условиям. Сегодня тушили условный пожар больше 150 человек и порядка 15 единиц спецтехники. По очереди в районах мы проводим такие мероприятия. Смотрим готовность сил и средств, готовность к взаимодействию, отработку и так далее. Но учение показало, что в принципе все, кто привлекался сегодня, они показали хорошие практические навыки, обученность, понимание. То есть учения нормально прошли, то есть показали, что мы в принципе готовы. Подготовиться к горячему сезону стоит и жителям. С 30 апреля по 15 мая в республике особый противопожарный режим. Слава Тухмадулин, ТНВ, Нурладский район. Пример промышленной интеграции демонстрируют Татарстан и Алтайский край. Сейчас рассматриваются возможности поставки заводских деталей на предприятия республики. Это узлы трубопроводов для нефтехимии и энергетики, которые изготавливают в Барнауле. В списке потенциальных заказчиков Татнефть. Почему именно эти детали? Эксклюзивный репортаж Рамиль Шайдулина. Контроль на каждом этапе. Стараниями Вячеслава Мэттенца компьютеры не ошибаются ни на миллиметр. Только он знает всю программную среду. Многие люди приходили с высокой квалификацией, но именно что требования высокие. Из 450 сотрудников половина лучшие выпускники вузов Барнаула. Требование времени, ставка на технологии. Мы выпускаем трубопроводную арматуру высоких параметров. Основными потребителями нашей арматуры являются энергетика, нефтегазовая отрасль, металлургия, нефтехимия и пищевое производство. В этих лабораториях детали проходят свои первые краш-тесты. Чтобы не подвести уже на производстве, их рвут, сжимают, изучают микропоры. Вначале вручную, то есть человек смотрит в окуляры, а потом один окуляр заменяется на цифровую камеру. И в принципе можно делать осмотр структуры на мониторе. И один из самых ответственных моментов проверка деталей на герметичность. Искоре они должны выдерживать невероятные объемы пара и воды, когда окажутся в водопроводах всей страны. Пар и вода это главные условия. Если предприятие перегоняет их в больших объемах, то вероятнее всего обратиться именно сюда. Наш край, да, наше правительство с правительством республики Татарстан развивает сотрудничество во всех направлениях. И на сегодняшний день создана рабочая группа по обсуждению технических вопросов и возможности поставки нашей продукции на ТАТ-нефть. Сегодня эти детали уже стоят на Заинской ГРЭС, Казанских и Нижнекамской ТЭСов, Нижнекамскнефтехим и ТАИФНК. На подходе очередные поставки на ТАТ-энерго. Полтора миллиарда рублей потерь. Столько недополучили аграрии республики с начала года. Об этом сегодня в Доме правительства сообщил Марат Ахметов. Больше всех выручка снизилась по молоку. Она упала на 19%. Печальная картинка складывается и с зерном. Продали в два раза больше, чем в прошлом году. А денег получили на 500 миллионов рублей меньше. Татарстан накрыла зеленая волна. Несмотря на ливень, сегодня тысячи жителей вышли на уборку. Кто-то искал свалки с поезда, кто-то в дождевиках уже их ликвидировал. Третьим повезло больше убирать в лучах солнца. Сколько мусора вывезли и сколько еще предстоит, расскажет Светлана Звонарева. Чтобы убрать мусор, сначала его нужно найти. Для экологов, специалистов Росприроды и Роспотребнадзора это труда не составило. Вдоль железнодорожной полосы бытовой мусор, несанкционированные свалки и близко расположенные контейнерные площадки. Положительные температуры и наступили. Снег практически везде уже растаял. Все вместе надо взяться за эту проблему, которая есть по уборке полосы от вода, по уборке тех несанкционированных свалок, которые мы увидели на этом участке, по приведению в порядок контейнерных площадок и территории, которые к ним прилегают. Думаю, что время у нас еще есть. Не стали выжидать время в Тукаевском районе. Сегодня здесь высадился эко-десант. На уборке Боровецкого леса 300 челминских школьников и волонтеров. Вместе с экологами и сотрудниками парка Нижняя Кама ребята очищали лес от мусора. Мы приезжаем в лес и убираем его от бытового мусора. Нам больше нравится, когда леса чистые, в них растут цветы и поют разные птицы. Основная задача это, во-первых, обратить внимание на природу, на необходимость соблюдать чистоту. В Буинске первый субботник прошел еще 7 апреля, а сегодня к очистке города присоединились медики и сотрудники Дома культуры. С утра уборка территории от мусора и прошлогодние листвы. Чтобы наш город был чистый, красивый, чтобы было приятно смотреть на него, людям, проезжающим, кто заезжает в наш город. Сегодня на железной дороге удалось выявить 130 несанкционированных свалок. До 11 мая все нужно убрать. Акция «Зеленая волна» в республике продлится до 21 мая. Светлана Звонарева, Наталья Смирнова, Рамиль Закиев, Игорь Романов, ТНВ, Татарстан. А вот Альбина Минибаева сегодня увидела, куда отправляется мусор, собранный в лесопарках. Бумага, железо, стекло и пластик. Их не только собирают, но и разделяют. В мусоросортировочные станции на улице Васильченко, Казани, сегодня приехали активисты рабочей группы по строительству мусоросжигательного завода. Как у некоторых на ходу рождался свой бизнес-план. Об этом далее. Вот это вот как раз мелкие фракции, органики, которые не представляют никакой экономической ценнообразности. Зарабатывать можно на бумаге, пластике, металле, стекле. После этого конвейеры часть мусора обретает вторую жизнь. Ежедневно сортируется 200 тонн отходов, и это не предел. Сейчас работает пока одна линия, вторая линия находится на реконструкции. Значит, при штатной работе мусоросортировочная станция может принимать до 500 тонн отходов. Движение мусора увидели и активисты рабочей группы, которые обсуждают строительство мусоросжигательного завода. Одна из них Елена Бекташева. В перспективе хочет заняться сортировкой мусора. Опасается, после запуска завода будет ли необходимость в ее бизнесе. Вот такая же станция будет более мощная, более эффективная, построена. Но завод, он будет все это пожирать. Вот так. И хорошо. Из-за загрузки. Да, из-за того, что он должен полностью быть загружен. Если не так, то к нам повезут мусор из районов, из других регионов и так далее. В межмуниципальный полигон Варск будут возить отходы отдельно. В Алексеевском будет межмуниципальный полигон, куда будут возить отходы отдельно. А Казань во второй редакции, тер схемы, выделены в отдельный блок, который не смешан с республиканскими объемами ни с чем. Бутылки белые, коричневые бутылки, все это отдельно. Синие бутылки. Пока четыре основные категории мусора, которые сортируются, в планах добавить еще несколько, чтобы на переработку уходило до 50% отходов. После заключения договора введем обязательно на сортировку матрасов, на сортировку мягких игрушек. Появится возможность перерабатывать памперсы. Это уже после запуска второй линии сортировочной станции на Васильченко. А к 2022 году региональный оператор обязан будет запустить мусоросортировочную станцию с загрузкой в 750 тонн. Альбина Минебаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Ленинскую дамбу перекроют, а движение метро усилит. Сегодня в Казани рассказали, как 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк». Маршрут прежний, но с учетом прошлогодних просчетов. В Казанской колонии ожидает более 120 тысяч человек. В фотосалонах столицу уже очереди за портретами для шествия. Как присоединиться к параду памяти, расскажет Лина Зинатулина. В едином порыве сотни тысяч человек. 9 мая «Бессмертный полк» вновь объединит тех, кто хранит семейную историю и помнит своих героев. В Казани шествие начнется в 3 часа дня. Для соблюдения режима безопасности после окончания торжественного прохождения войск Казанского гарнизона и специальных подразделений мы даем небольшую паузу для того, чтобы люди смогли подойти. Общественный транспорт будет ходить к месту до половины третьего. Участники соберутся на улице Карла Маркса, начинают перекрестка с Горького. Колонна выдвинется через Лобачевского, выйдет к Кремлю и спустится на площадь Тысячелетия. Маршрут акции тот же, что год назад. И легче учесть ошибки. В прошлом году у нас очень многие жители и гости столицы в эту зону сбора проходили через перекресток улиц Горького и Карла Маркса. Мы еще раз обращаем внимание, что также входы работают на улицах, соответственно, Толстого, Муштари, Гоголя. По окончании акции в метро участят рейсы, а Ленинскую дамбу закроют для автомобилей. Здесь и у пирамиды участников будут ждать автобусы во все районы города. В фотосалонах не затихают печатные машины. В этой точке на декабристов на «Бессмертный полк» в прошлом году сделали 2000 портретов. Сейчас снова заказы. Стоит готовый штендер с держателем 440 рублей. Мы стараемся держать самые минимальные цены в городе для того, чтобы людям было это доступно, услуга. Сготовление очень быстрое, от часа, ну максимум на следующий день. Заказать штендер, кстати, можно и не выходя из дома онлайн на сайте фотосалона. Здесь можно выбрать горизонтальный или вертикальный формат, понравившийся шаблон и загрузить в него фото своего героя. 2,5 километра с памятными портретами в руках только в Казани пройдут как минимум 120 тысяч человек. Поддержит шествие и в селах, и в деревнях. Татарстан уже стал третьим регионом страны по количеству участников. Лена Зинатольна, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Забыть и не бояться стереотипов, и просто получать удовольствие. Так спортивный министр республики Владимир Леонов отозвался об ожиданиях и жизни во время чемпионата мира по футболу. На кого нужно надеяться при покупке билетов? В каком состоянии сейчас газон Казань-Арена? И можно ли будет встретить звезд футбола на улице? Об этом в нашем эксклюзивном интервью. Здравствуйте, Владимир Александрович. Добрый день. Мы с вами на Казани-Арене. Расскажите, сколько газон, стадион готовит к чемпионату мира по футболу. Несмотря на достаточно большой слой критики, вы видите, что газон в замечательном состоянии. Можно констатировать, что практически на 95-97% стадион Казань-Арена готов к принятию чемпионата мира по футболу. Остались небольшие нюансы. Вы видите, наверное, мы чуть-чуть расширяем медиатрибуну. В силу того, что достаточно большое количество средств массовой информации приедет. Большой ажиотаж. Билеты еще остались на казанские матчи. Следующие надеются на перекупщика. Вы знаете, я уверен, что надеяться лучше ни на кого. Потому что билеты были дешевые, но их уже нет. Остались, по-моему, какая-то категория на достаточно дорогих билетах. Как лучше болельщикам и студентам? Люди переживают, что улицы перекроют. На самом деле будет работать формат последней мили. Если так образно говорить, то это радиус 800 метров до стадиона. Лучше добираться, если личный транспорт, то у нас будут перехватывающие парковки. Либо будет работать общественный транспорт в рамках существующей транспортной схемы. Чуть-чуть видоизмененной, чтобы максимально близко подъехать к стадиону. В городе застопорится, когда команды выходят из гостиницы на стадион? Это старый-старый стереотип. Ничего не застопорится. В общем-то, город сегодня очень комфортный, расшитый, с огромным количеством транспортных хабов и развязок. И все те меры, которые мы сегодня реализуем, они направлены только на обеспечение безопасности и нормального проведения матча Чемпионата мира по футболу. То есть беспорядков не стоит касаться, как Марселя будет? Мы не Марсель, во-первых. Во-вторых, есть опыт. Будет усиленная работа нарядов полиции. Будут на территории стадиона работать стюарды. Вы знаете, что система фан-айди минимизирует любые риски прохода и проноса на стадион каких-либо запрещающихся предметов. Это практически невозможно сделать. В футболисте в любви можно быть чемпионатом? Конечно, увидим обязательно в составе сборной страны. Вы знаете, что приглашают нескольких наших ребят. В зависимости от того, насколько они будут функционально готовы, я думаю, что они сыграют за сборную страны. Ну, надеемся, по крайней мере. Ну, Азмун, я надеюсь, будет играть за сборную Ирана. Какой вариант, что вы увидите звезд на улице после завтра, чтобы идти где-то попал? Ну, это достаточно сложно объективно, потому что в основном это спортсмены, и у них есть четкий режим, и вы знаете, у них совершенно такие базовые условия для проживания, для тренировок. Они будут жить на базе. Если захотят прогуляться, ну, я думаю, что захотят, это вполне возможно, но все-таки вот в преддверии матча они будут, наверное, готовиться и будут в четком таком спортивном режиме. Что еще хотите добавить, рассказать, пожелать? Ну, пожелать хочу всем просто получать удовольствие, ничего не бояться, забыть эти ненужные стереотипы, что будет сложно, наоборот. Всем, у кого есть желание найти время, возможность, может быть, взять отпуск и просто погулять, насладиться и почувствовать этот праздник. Спасибо вам. Тишина и гром овации. Сегодня в Казани прошел гала-концерт республиканского фестиваля языка жестов. Ребята из Нижнекамска, Елабуги, Набережных Челнов и Казани показали, как жестом на сцене рождаются песни, дуэты и рассказы. Глазами слушала искусство и Алина Мусина. Я не могу забыть одну историю, которая произошла со мной. История жизни со сцены. Эльвире 18 с рождения не слышит и не говорит. Общение только жестами. Учится в школе, на фестивале участвует впервые. Здесь рассказала о своем путешествии в Индию. В школе меня хорошо знают. В школе меня хорошо знают. Говорили, попробуй, получится. Вначале не хотела, но набралась смелости и у меня получилось. Яркие эмоции, блестящие роли, бурные аплодисменты. И все это в полной тишине. Ребята уверены, все можно понять и без слов. Надо только уметь слушать. А вот их цели в жизни выходят далеко за рамки сцены. Я хочу поступить в спортивную академию. В будущем хочу поступить в спортивную академию. Моя цель – стать спортивным тренером. Выступления всегда сопровождаются аплодисментами. Здесь это правило не исключение. Только благодарение зрителей по-своему. Взмахами рук. Так на языке жестов звучит слово «браво». Фестиваль жестового языка в Казани проводится впервые. Талантливые ребята из четырех районов республики на протяжении двух дней представляли свои номера в различных номинациях. Лучших впереди ждет всероссийская сцена. Среди всего приняли участие 33 человека. Среди них мы отобрали шестерых лучших, которые осенью поедут в Саратов на всероссийский фестиваль. Здравствуйте. Добрый день. Рада вас видеть. Вот так просто и понятно звучит на языке жестов приветствия. Ведь задача таких фестивалей заключается именно в понимании. Понимание друг друга даже в тишине. Алина Мусина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Два гения танца в галерее Хазине Казанского Кремля открылась выставка картин, посвященных легендам балета Рудольфу Нуриеву и Михаилу Барышникову. Автор портретов – современный художник Александр Человский и изобразил их принципиально по-разному, как безудержную стихию и гения классики. Что, кроме красок, сокрыто в танцах на холсте, расскажет Лина Зинатулина. Я использую и распечатки. Здесь мятая бумага, наклеенная на холст. На мятой бумаге орнамент с надгробия Рудольфа Нуриева, а узнаваемая фигура без лица словно дух бога танца. В двух десятках картин – путь гения от мальчика, пришедшего в Ленинградское хореографическое училище, до легенды сначала советского, а потом и мирового балета. И здесь я использую ту технику, которая оптимально дает возможность продемонстрировать это движение, вот это вот ощущение движения, пластику тела. И меня интересует эта пластика, каким образом вот Рудольф достигал вот этих вот фантастических вот своих прыжков. Смазанные движения никакого академизма – это портреты Нуриева. На десяти холстах с Михаилом Барышниковым, наоборот, гармония классики. В картинах череда незабываемых образов, созданных гениями на сцене. Это сложно, понимаете, это сложно. И надо самому тоже как бы вкладывать свои эмоции. Посмотрите вот там, в зале, там кажется, что ветер гуляет, вот эта большая голубая картина, понимаете, ветер. Увидеть танцы на холсте можно до 3 июня в галерее «Хазина» Казанского Кремля. А одну из картин художник уже подарил Музею изобразительных искусств Татарстана. Елена Зинатольевна, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Еще одна победа. Волейболисты казанского «Зенита» стали обладателями золота чемпионата России. В гостях со счетом 3-0 они обыграли питерский «Зенит». Таким образом «Зенит-Казань» стал десятикратным чемпионом страны. Поздравляем команду. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самые интересные в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике в сети. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Всем привет. Итак, вновь суббота. Вновь все радуются, что завтра воскресенье, и мы с вами хорошенько поспим и отдохнем. Но перед этим надо же нам с вами узнать, что там в мире-то происходит. Что там в вашем интернете-то интересного. Креативные казанцы разкрашивают город. Женская копия Дональда Трампа и многое другое. Поехали. Срочная, срочная новость. В центре Казани упал вертолет. Вот с такой вот шутки начинаем. Зато как вы сразу-то все заволновались. Вот с таким заряженным настроением продолжаем серфить интернет. Ну и, конечно же, самая главная новость этой недели. Точнее, конца прошлой. Но празднуем мы еще всю эту неделю. Короче, это победа нашего Акбарса. Ура! Мы победили! В интернете уже много сюжетов на эту тему. Но в сети покажет вам то, что выкладывали сами пользователи. Мы чемпионы! Мы чемпионы! Мы чемпионы! Мы чемпионы! Это было, конечно, мощно. Вот так вот надо побеждать. Наши хоккеисты Данис Зарипов и Эмиль Гарипов уже побывали. Где бы вы думали? Да-да, нашел самого Вани Урганта. Так что, если интересно, можете уже посмотреть в интернете. Обладатели Кубка Гагарина. Игроки хоккейного клуба Акбарс Данис Зарипов и Эмиль Гарипов. Сегодня с Кубком Гагарина в нашей студии. Ну а я поздравляю наших хоккеистов с победой. Как сказал Занитула Белядинов, только честный труд приведет к этому Кубку Татарина. И сразу же не отходя от хоккейной темы, очень интересный ролик набирает популярность в сети, который показывает нам всем, что хоккей это жестокий спорт. Как и для участников, так и для его наблюдателей. Амир Хабибуллин, автор заброшенной шайбы. Амир, как у тебя получилось забросить? Помнишь этот момент? Да. Парню даже 18 лет, а он уже жестко отшил девушку. Ну и пока далеко не откатились, наша традиционная рубрика в сети с президентом. Неделя президента началась, конечно же, с поздравления нашего Акбарса. Парочка фотографий с Кубком и пару десятков тысяч лайков. Затем, 26 апреля, Рустам Меньханов выложил ролик в честь дня рождения великого татарского писателя Габдулы Тукая. Также президент возложил цветы памятнику поэта. С берегов Казанки на Босфор. Рустам Меньханов с деловой поездкой в Турции. Смотрим фото. Ну и само собой площадь свободы. Причем за этот месяц она была и снежная, и солнечная, и дождливая. Причем порядок постоянно меняется. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте уже вторую неделю подряд занимает ВПР. Всероссийская проверочная работа. Похоже, школьники прям очень активно ищут ответы. Ну или просто какие-то новости. Второе место занимает известный шведский диджей Авичи, который ушел из жизни в возрасте 28 лет. Также в топе Габдула Тукай. Пользователи искали биографию поэта и его стихи. Кстати, вопрос на засыпку. Как называется деревня, где родился великий татарский поэт? Ответы пишите в комментариях на YouTube. На этом сегодня все. Пишите, комментируйте, присылайте свое видео, фотографии, мемы. И они обязательно будут в сети. Пока! Отборный премиум С морской солью Выбери свои семечки от Мартина Ты видела, какой, Ленка, фасад сделала? Не имеешь в виду... Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка... Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Хорстан представляет 26 мая. Андрей Макаревич и легендарная рок-группа «Машина времени». Вот так, так, новый поворот! Подробности 279-30-79. Встречено для детей. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 До новых встреч! Добро пожаловать на наш канал!